Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня поговорим о часто встречающейся проблеме при выращивании растений, особенно томата в защищенном грунте. Это магниевое голодание. Оно характерно также для огурца, баклажана, перца и других растений. Оно довольно редко встречается в открытом грунте и часто в защищенном. Связано это с тем, что в теплицах часто не проводятся мероприятия по обогащению почвы магнием. Магния много содержится в доломитовой муке, а также в природных различных компостах, особенно растительного происхождения, а также в некоторых минеральных удобрениях, произведенных на основе натурального природного сырья, таких, например, как суперфосфат или хлористый калий. Они содержат некоторое количество магния. Магния очень важен для растений, ведь молекула хлорофила содержит в себе атом магния, который важен для растений, так же, как для человека железо. Поэтому магнием растения должны быть обеспечены. При систематическом выращивании одних и тех же растений происходит обеднение почвы магнием. Симптомы магниевого голодания проявляются как хаотичные желтые пятна на листьях. В отличие от железного хлороза, тогда, когда не хватает железа, в этом случае хлороз проявляется как желтая краска листьев, а вот жилки остаются темно-зелеными. В случае магниевого голодания такого не происходит. Магниевое голодание вы можете видеть на растениях петуний в том числе и других растениях, которые требуют высокого уровня минерального питания. Что же делать? Ведь когда магний попадает в почву, он инактивируется, он соединяется с карбонатами, с фосфатами, делается недоступной растениям и нужно ждать, пока фосфат, мобилизующие другие бактерии, растворят этот магний, пока в почве произойдут определенные процессы и магний станет доступен растениям. Чем быстрее вы устраните недостаток магния, тем быстрее восстановится функционирование растений и тем меньше вы минимизируете, потеряете в урожае. Поэтому как можно быстрее проведите внекорневую обработку магнием. Для внекорневой обработки магнием используйте даже аптечный сульфат магния. Одна столовая ложка сульфата магния на ведро воды для опрыскивания является прекрасным способом восполнить недостаток магния у растений. К сожалению, вот эти симптомы никуда не денутся, желтые пятна не восстановятся. Но на верхушках у растения будут уже нарастать новые хорошие свежие листья без признаков магниевого голодания. Делайте 2-3 такие магниевые подкормки даже в качестве профилактики. Можете их делать также во время цветения, внося одновременно сборной кислотой и соединение магния. В этом случае вы будете на 100% уверены, что магниевого голодания у ваших томатов, особенно во время образования плодов, не возникнет. Да и у других растений тоже. Что ж, надеюсь, наш выпуск поможет вам избежать этой серьезной проблемы выращивания томатов в защищенном грунте и потери урожая. Смотрите нас регулярно, с нами интересно. До новых встреч!